МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север. В студии Ольга Руслова. Здравствуйте. И в этом выпуске. В Ненецком округе выявлено 310 новых случаев заболевания коронавирусом за последние трое суток. Среди заболевших 40 детей. Оленевод – это не только профессия. Нагрудные знаки. Почетный работник сельского хозяйства Российской Федерации пяти труженикам тундры из СПК Ижимский оленевод вручил губернатор Ненецкого округа. Проголосовать за дату проведения Дня реки Печоры можно на портале госуслуг или на официальном сайте администрации Ненецкого автономного округа. Голосование продлится до 25 февраля. 310 человек заболели. 284 выздоровели. Такова ковидная статистика минувших трех суток. В числе заболевших 267 жителей Нарьенмара и поселка Искатели. 5 жителей Шойны, 11 жителей Каратайки, 21 житель Коткина, 6 жителей Красного. 40 случаев заболевания выявлено у детей. По информации Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 922 человека. Еще у трех пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом ИФА. В целом на лечении в регионе находится 925 человек. Из них стационарное лечение получают 41 человек, амбулаторное – 884. Текущую эпидобстановку в регионе обсудили в понедельник на оперативном еженедельном совещании главы региона. Речь также шла о возможности получения QR-кодов по справке на антитела COVID-19. QR-коды – тема чрезвычайно скандальная, она очень сильно раздражала жителей, да и нам самим, если честно, она не очень нравилась. Наконец-то принято решение о том, что QR-коды будут получать и те жители, которые переболели и имеют антитела. В этой связи у меня к вам вопрос. Как обычный простой житель может получить QR-код, где он может сдать анализ на антитела? На антитела у нас жители могут сдать в лабораторию Генинской окружной больницы, предварительно оплатив стоимость этого теста в кассу медицинской организации, либо через приложение Сбербанк. Оплачивается тест, гражданин приходит в отделение платных услуг и дается направление, он сдает кровь, и в течение 3 дней формируется QR-код. Глава региона поручил профильному ведомству максимально упростить процедуру получения QR-кода для переболевших ковидом жителей округа. Оленевод – это не только профессия. Губернатор Нинецкого округа Юрий Бездудный отметил работников сельхозпроизводственного кооператива «Ижимский оленевод ЕКО». Нагрудных знаков – почетный работник сельского хозяйства Российской Федерации, удостоенный 5 тружеников тундры из этого СПК. Владимир Чупров – главный ветеринарный врач сельхозпроизводственного кооператива. В строю уже более 30 лет. Все плановые противоэпидемические лечебно-профилактические мероприятия по предупреждению различных заболеваний оленей ложатся на плечи ветврача. Владимир Чупров за многолетний труд в оленеводстве знает все тонкости работы в тундре. За последние три года ему удалось снизить заболеваемость животных в три раза, а падёшь в пять с половиной раз. Говорит, что проблем в СПК хватает. Среди них и хищники, которые донимают стада, и браконьеры, с которыми бороться не легче. Но, пожалуй, самое главное – не хватает молодёжи. Проблем тоже хватает. Специалистов мало. Кто не хочет работать. Так-то работа интересная. Много народу у нас молодые специалисты работают. Василий Егорович, сын после института, работает у нас день и ночём. Василий Чупров, бригадир третьей бригады Бакуринского отделения, слова коллеги по цеху подтверждает. В профессию сейчас молодые люди идут редко. Условия работы слишком суровые. Сам Василий – потомственный оленевод. В профессию пришёл по стопам своего отца. Оленевод по рождению и по призванию. Кстати, сын Василий, отучившись в университете, вернулся в тундру. Работает ветеринаром, помогает оленеводам. Мы по своему оленям. А сейчас вы где-то кочуете? Сейчас на Зимовке. А где находится Зимовка? Что там у вас? В Усселенском районе, в посёлке возле Окунева. А сколько у вас в бригаде оленей? Две тысячи голов. А сколько человек работает? Когда как. Вот на сегодняшний день, на сегодняшний момент сколько оленеводов у вас? Где-то когда семь, когда восемь пастухов. В сельхозпроизводственном кооперативе «Ижимский оленевод» – 19 бригад. В каждой трудится по 8-10 пастухов. Вместе с частными оленями поголовье насчитывает 35 тысяч голов. Это одно из самых крупных оленеводческих хозяйств Ненецкого округа. К оленеводу никто не идёт. Потому что в таких условиях не хотят работать. А чем плохие условия? В полевых условиях надо, чтобы вышел, допустим, весной и осенью приехал. Через 9 месяцев, 9,5 месяцев домой возвращаешься. Живёшь в чуме, почевой образ жизни ведёшь. Вот молодёжи не нравится. И запады низко-англубчатских. В торжественной обстановке губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бестудный вручил Василию и Владимиру Чупровым нагрудные знаки «Почётный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Знаю, что вы в своей профессии уже не один год. И вот эти звания, которые сегодня были вручены вам, они действительно почётные. Кто-то из вас потомственный оленевод. Кто-то в эту профессию пришёл впервые. Я знаю, что каждый из вас не просто оленевод, ещё немножко и ветеринар. Потому что для того, чтобы вырастить животное, ухаживать за ним, надо не просто быть оленеводом, надо ещё и ветеринаром быть. В числе награждённых также Николай Канев, потомственный оленевод, работает в СПК 16 лет. И шесть из них в должности бригадиром. Захар Семяшкин, бригадир 1-й бригады, Брыкалинского отделения, тоже потомственный оленевод. Начинал в далёком 86-м году учеником пастуха. Бригада, возглавляемая им, всегда добивается успехов. И ещё один награждённый Андрей Рочев. В оленеводстве 30 лет. Все эти годы он посвятил работе в СПК Ижимский оленевод ИКО. Начинал учеником пастуха. Сегодня оленевод 5-го разряда. Бригада номер 2 Бакуринского отделения, в которой работает Андрей, выполняет производственные задания и достигает хороших результатов. Сохранность поголовья оленей остаётся на самом высоком уровне. В этом оленеводу помогают накопленные за годы работы в отрасли навыки. Встреча завершилась за чашкой чая, где работники СПК Ижимский оленевод рассказали главе региона о достижениях и проблемах хозяйства. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Алексей Орлов, Телеканал «Север». 21 февраля отмечается Международный день родного языка. В этот день в Ненецкой центральной библиотеке имени Печкова состоялась ежегодная акция «Диктант на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока-2022». Диктант проводит Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока-Российской Федерации. Мероприятие проводится ежегодно для популяризации и сохранения языков, мотивации к изучению и возможности оценить свой уровень владения ими. Тексты для диктанта были подобраны представителями коренных малочисленных народов, носителями языков, филологами, общественниками, сотрудниками учреждений культуры. Все присоединившиеся к акции получили сертификаты об участии и памятные подарки. В Наринмаре прошел круглый стол, в ходе которого представители органов власти, окружных предприятий, крупного и малого бизнеса обсудили меры по повышению инвестиционной привлекательности региона. Мероприятие прошло в Наринмаре в рамках реализации в регионе федерального проекта «Локомотивы роста». Круглый стол о мерах по повышению инвестиционной привлекательности Ненецкого автономного округа был организован на информационной площадке Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия». «Мы используем любую возможность для того, чтобы привлекать сюда инвесторов. Чем больше у нас крупных инвестпроектов, наверное, это для предпринимательского сообщества, это дополнительные возможности». Одна из ключевых задач повестки дня – проанализировать эффективность действующих в Ненецком автономном округе – преференции для инвесторов. Все они закреплены на законодательном уровне. «Ненецкий автономный округ – это территория с богатейшим природным потенциалом и стремительно развивающейся экономикой. Наш регион имеет стратегически важное значение в топливно-аналитическом комплексе европейского севера России. Суммарно извлекаемые запасы нефти оцениваются более чем 1 млрд тонн. Газ у нас 500 млн кубометров и конденсат – 20 млн тонн. Обруг входит в пятерку регионов России по добыче нефти. Объем ВРБ за 2021 год – 366,2 млрд рублей или на 11% выше уровня 2020 года за поставимых цен, что вызвано восстановительными процессами в экономике региона. Рост к докризисному 2019 году составил всего 4,3%. По итогам 2022 года мы ожидаем увеличения малорегионального продукта до 388,7 млрд рублей. Традиционно наш регион характеризуется высоким уровнем ВРБ на душу населения и по значению данного показателя мы находимся на первом месте среди субъектов Российской Федерации. По предварительным расчетам он в 2021 году составит 8,2 млн рублей, что более чем на 20% выше уровня 2020 года действующих цен. Улучшить инвестиционный климат в регионе призвана стратегия социально-экономического развития округа. Выделено два стратегических направления – наращивание нефти и газодобычи и развитие северного морского пути. Регион возлагает надежду на два крупных инвестиционных проекта, которые будут формировать экономику региона в ближайшие 10 лет. Все они носят долгосрочный характер, поскольку связаны с нефтью и газодобычей и предполагают длительный цикл реализации. В реализации данного инвест-проекта станут более 4 тысяч рабочих мест, в том числе и для жителей округа. Регионизируется значительное увеличение налоговых поступлений и платежей бюджета различных уровней. Второй крупный проект, на котором остановилась Татьяна Лагвиненко, также связан с крупными инвестиционными вложениями в экономику округа. Строительство в Ненецком автономном округе газохимического комплекса на базе Кумжинского и Королевского конденсатных месторождений также позволит увеличить налоговые и неналоговые доходы на территорию округа и привлечет новые инвестиции. Также проект призван существенно увеличить деловую активность региона и количество квалифицированных рабочих мест. По словам Татьяны Лагвиненко, эти инвестиционные проекты будут способствовать диверсификации экономики округа в сторону транспортно-логистического направления. По результатам работы Круглого стола его участники выработали соответствующую резолюцию. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. У Печоры, у реки в Ненецком округе объявлено народное голосование. Жители региона могут сами выбирать дату празднования Дня реки Печоры. На февральской сессии собрания депутатов Ненецкого округа внесли изменения в перечень праздничных и памятных дат региона, учредив День реки Печоры. При этом с датой празднования пока не определились. Как и было предложено на оперативном совещании у губернатора Юрия Васильевича Бездудного, для того, чтобы учесть мнение жителей округа, было предложено проголосовать за несколько вариантов даты. И это будет последнее воскресенье мая, последнее воскресенье августа и тот вариант, который могут предложить жители округа. В рамках празднования Дня реки Печоры было решено провести ряд мероприятий. То есть этот праздник и те мероприятия, которые к нему приурочены, это экологические акции, это собрание научной общественности, это и приезд в округ научных исследовательских институтов. Это в целом огромный позитив для округа. Еще в сентябре на заседании круглого стола обсуждались вопросы сохранения охраны реки Печоры. Опыт прошлого года, когда мы проводили совещание, круглый стол по вопросам сохранения уникальных водных объектов, показал, что недостаточно на федеральном уровне проблематика реки Печоры, она в принципе поднимается. И нам на это совещание удалось привлечь аналитические центры при правительстве Российской Федерации, высших должностных лиц Росрыболовства, представителей Министерства природных ресурсов и, что для нас очень важно, Федеральное агентство по водным ресурсам, Росвод ресурсов, потому что у нас есть целый ряд проблем, касающихся берега укрепления, дно углубления и в том числе проведения ледорезных работ. Река Печора протекает на территории двух субъектов Российской Федерации в Ненецком округе и Республике Коми. В связи с этим власти соседнего региона активно участвуют в разработке мероприятий. Это федеральная река, река федерального масштаба, которая протекает на двух субъектах. И тем более нам нужно здесь кооперироваться с Коми, это наши соседи, большая часть реки Печора протекает на территории наших соседей. И они также выразили полную поддержку проведения этого праздника. Празднование Дня реки Печоры в перспективе может стать межрегиональным праздником, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения. В круглом столе, посвященном Дням реки Печоры, представитель Республики Коми, губернатор Ульба Владимир Владимирович не смог принять участие, но делегировал своего министра сельского хозяйства и аврокультуры, кто как раз занимается и вопросами рыболовства на территории. Единогласно было поддержано решение, и те мероприятия, которые были озвучены, также получили полную поддержку. Было отдельное выступление министра сельского хозяйства. То есть однозначно праздник поддерживается. Напомним, что проголосовать за дату проведения Дня реки Печоры можно на портале Госуслуг или на официальном сайте администрации Ненецкого автономного округа. Голосование продлится до 25 февраля. Компания «Лукойл» принимает заявки на участие в 18-м конкурсе социальных и культурных проектов. Документы можно подать до 25 марта. Впервые конкурс прошел в Республике Коми и Ненецком автономном округе в 2005 году. За всю историю в нем приняли участие более 2000 проектов. Свыше 500 из них стали победителями. Среди них и проекты, реализованные в учебных заведениях нашего региона. Восьмиклассник Глеб Колтаков научился технике игры на классической гитаре еще в начальной школе. А пару лет назад решил освоить и электрогитару. Так как я на гитаре, на той классической, ну хорошо достаточно играю, то на самом деле, конечно, техника различается, техника медиатора. Сначала было достаточно сложно, но потом уже постепенно промыхаешь и довольно уже нормально получается. Для обучения и развития детей в любой области недостаточно только таланта и опыта преподавателя. Без современного оборудования в образовании никак. Гитары для детской школы искусств были приобретены на средства гранта в рамках конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл». А в 2020 году проект «Поддержка одаренных детей» образовательной организации также стал победителем в одной из номинаций конкурса. Благодаря чему было закуплено озвучивающее оборудование. И мы очень рады, что наш проект признан победителем. Очень благодарны публичному акционерному обществу «Лукойл» за такую социальную деятельность. И сбылась наша мечта. Мы хотели приобрести именно компактную озвучивающую аппаратуру, чтобы можно было пользоваться ей как в классе, в нашем зале или вне стен школы на каких-то выездных концертных мероприятиях. Компактная акустическая аппаратура состоит из микширного пульта и двух колонок. У меня были другие обычные настольные компьютерные колонки. Вот и справлялся с ними. Но когда появились эти, звук стал намного лучше, громче. И мы с ребятами намного эффективнее смогли заниматься. В этом году подать заявки на участие в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл» можно до 25 марта. На конкурсе рассматриваются заявки по трем номинациям – экология, духовность и культура и спорт. Сумма финансирования одного проекта составляет от 50 до 400 тысяч рублей. Обязательным условием финансирования является вклад собственных средств организации заявителя в размере не менее 30% от запрашиваемой суммы. Проекты, получившие грант, должны быть реализованы в течение года. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Физкульт-привет! В минувшие выходные в спортивном центре «Лидер» прошла спартакиада окружного совета ветеранов войны и труда. Подробнее в следующем сюжете. От шахматной доски до мишени. Умения и навыки членов Совета ветеранов не перестают удивлять. Но выявить лучших – не главная задача спартакиады. Не смысл показать какие-то результаты, а задача, смысл посмотреть друг на друга, постречаться, пообщаться. Вот задача нашей спартакиады. Ну и, конечно, выявить сильнейших. На спартакиаде участники состязали в стрельбе, дартсе, шахматах и шашках, а также в настольном теннисе. Сергей Киселев принимал участие в спартакиаде впервые. В юности он активно занимался спортом и даже выступал на соревнованиях разного уровня. Раньше занимался футболом, баскетболом занимался. На соревнованиях часто выигрывал. Чемпион города, округа, Архангельской области. Тамара Гербова в спартакиаде участвует вместе со своей командой из микрорайона «Мирный». Со своим клубом «Миряночка», который существует уже около пяти лет, жители ТОСа организуют свой досуг и проводят время с пользой. К мероприятиям окружного совета ветеранов Тамара Гербова присоединилась также пять лет назад и посещает большинство из них. Мы свои проводим мероприятия очень много. Посещаем телевиз, куда же ездим, приглашают. Мы их приглашаем. Как бы участвуем везде. Много. Совет ветеранов войны и труда Нейнского автономного округа в этом году отметит 30-летний юбилей. На сегодняшний день в округе более 7 тысяч ветеранов, и каждый из них может стать частью организации. Катрина Тайбарей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин